Дворец культуры «Жемчужина города Видное» – так называется новая выставка, которая разместилась в Квере Юность. Она приурочена к 65-летию учреждения. Правда, надо сказать, в этом году ДК исполнится уже 66. Пандемия внесла свои изменения, и мы в прошлом году не смогли организовать эту выставку, но решили в этом году не проходить мимо, все-таки этот момент отметить. На выставке представлены 52 фотографии из архивов ВКЦ и Дворца культуры. Это настоящее фото ретроспективы ДК с момента строительства и открытия в 1955 году по наши дни. Величественное здание в стиле сталинского ампира спроектировал архитектор Борис Ефимович. Там была и лепнина у нас выполнена, и панно очень красивое, и витражи. Все оформление делал художественный фонд Союза архитекторов России. Здесь же было великолепное пространство и залы. Внизу это было фойе и лекционный зал. Сторожилы помнят, что ДК был в ту пору местом притяжения для всех, без исключения видновчан. Здесь проходили концерты, фестивали, праздничные представления. Показывали кинофильмы, а по вечерам устраивали танцы. Долгое время на втором этаже располагался ЗАГС, поэтому регистрировать отношения и рождение детей также приходили сюда. Все это отражено в снимках на первых двух стендах экспозиции. Далее мы показываем как раз тех артистов, которые выступали на сцене Дворца культуры. Это и народный артист Марков, Леонид Марков, и артисты театра «Ромэн». Марина Ладынина, ведущая артистка того времени, Бофе Орлова, которая блистала тогда. Это и Жонов, известный такой артист. И Николай Озеров, спортивный комментатор. Два последних стенда посвящены кружкам, студиям и творческим коллективам Дворца культуры, многие из которых успешно продолжают свою деятельность и сейчас. Получить народные звания нужно было иметь свою программу, которая была утверждена и которую каждый год нужно было подтверждать соответствующим репертуарам и прочее. Добиться этого звания народного коллектива было очень тяжело. И вот в Доме культуры работало около пяти таких народных коллективов. В нескольких из них в цирковом коллективе «Фантазия» Тамары Курхиной театральной и хореографической студиях занималась детская и бессменная художественная руководитель Народного театра «Твит» Лариса Гейлис. После окончания Института культуры в 1976 году она вернулась в ДК уже в качестве педагога, а с 1990 по 2015 руководила учреждением. За моё руководство мы создали хореографию. Очень тогда задачу поставил Тимофеев, директор завода, мы же заводскими были. Развить это хореографическое творчество. Мы эту студию создали, которая по сей день украшает все наши концертные площадки. Мозаика. Сейчас во Дворце культуры работают 19 студий, в которых занимается более 500 человек. Их тоже вы увидите на выставке. Оценить экспозицию можно до конца октября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова